Итак, продолжаем готовить наш супчик, наш свекольничек, тушить его. Значит, мы положили свеклу морковь натертую. Дальше у нас идет резька, черная-зеленая. Значит, черная-зеленая резька, да, это вот, как бы, ну, она идет для остроты у нас, да. Больше, то есть резька, она таким, обладает антибактериальным средством, да, антибактериальным, вот. Ну, как имбирь, да, имбирь согревающая, такое у нее есть действие, согревающая, да. То есть, по своим свойствам она приближается к имбирю, к имбирю, да, свежему. Значит, черная-зеленая резька здесь у нас перемешка. Ну, вот это те остатки, которые у нас остались с прошлого приготовления супа, да, когда мы готовили с вами суп из черной-зеленой резьки. Я вам рассказывала в предыдущих роликах. Вот, и вот эта резька у нас две штучки у нас осталось, да. Поэтому вот мы сейчас можем ее применить, да, использовать свекольник, как добавка, как добавка, да, для остроты, для аромата, потому что резька имеет свой аромат, свой вкус, вот. И по своим свойствам, да, она приближается к имбирю, по своим действиям, вот. Тем более сейчас в такую погоду, да, уже вот начинается осень, наступает осень, да, такая пора, когда увеличивается количество, да, простудных заболеваний, вот. Вот, поэтому вот очень хорошо, да, использовать в пищу именно те продукты, которые способствуют, как бы, защите, да, иммунитета, укреплению иммунитета, да, защите от простудных заболеваний, да. И вот как раз резька, она как раз показана, да, по своим свойствам, по действиям, да, она показана при простудных заболеваниях, вот, как антибактериальное средство, вот, согревающее, да, как имбирь, согревающее, вот, антибактериальное, да, антибиотик, антимикробное средство, то есть это натуральный антибиотик, да, натуральный антибиотик, редька, чёрная, зелёная редька, то есть её можно использовать по-разному, можно её употреблять в свежем виде, да, в салатах, вот, как отдельное, самостоятельное блюдо, можно её использовать, добавлять в супы, да, в первые ваши блюда, как дополнение, да, для вкуса, да, более насыщенного, для аромата, вот, то есть можно использовать, да, редьку, если знать, как сочетать ваши продукты, да, ну, то есть вот со свеклой я использую редьку в небольшом количестве, да, просто как дополнение, как добавка, вот, вот, то есть вместо специй, да, кто-то добавляет, может быть, какие-то пищевые ароматизаторы какие-то, да, используют искусственные для аромата, для вкуса, для усиления, для придания блюда, да, вкуса, вот, я использую натуральные усилители вкуса, да, натуральные продукты, вот, которые, то есть, которые по своим свойствам, да, как бы они лучше, да, то есть эффект у них больше, лучше, да, чем вот у искусственных каких-то добавок, да, которые многие используют в приготовлении пищи, вот, то есть они натуральные, да, и они имеют больший эффект, да, больший эффект, потому что они натуральные, да, за счет того, что они натуральные, не искусственные, то есть не прошли промышленную обработку, вот. Итак, накрываем крышкой, да, и дальше продолжать у нас все это тушиться на медленном огне, не забываем перемешивать, да, помешивать, чтобы у нас все это не подгорало, да, к кастрюльке, ко дну, вот, мы это все помешиваем периодически, вот, то есть чтобы был разогрев, а у нас равномерный, да, равномерное приготовление, то есть чтобы все ингредиенты, которые входили сюда, да, в наш суп, они готовились равномерно, да, то есть было равномерное приготовление, и рейска, и морцовка, и свекла. То есть для чего мы это делаем, да, для чего мы это все тушим, а не варим сразу, для того, чтобы, да, сократить общее время приготовления, да, общее время приготовления, для того, чтобы каждый, каждый ингредиент, да, при тушении, он выделяет свой сок, свой сок, свою жидкость, вот, поэтому блюда становятся вот именно, когда мы сначала тушим их, да, сначала тушим масло, блюдо, оно имеет другой вкус, нежели когда мы варим это сразу в воде, да, то есть сначала мы тушим, а зачем мы же добавляем воду, когда все это приготовилось, да, да, утушилось, когда это все стало мягким, только после этого мы добавляем воду уже, да, и ждем, пока вода у нас здесь нет, да, и после этого мы уже выключаем наш сок. Итак, мы продолжаем все это тушить, да, под закрытой крышкой, без добавления воды, можно посарить уже слегка, по вкусу, да, этим временем, значит, мы занимаемся, да, нашим перцем, да, мы нарезаем перец, можем его также натереть на терке, то есть как вам нравится, да, то есть для этого мы удаляем все внутренние части, которые у него есть, да, семечки, семена, вот, и отправляем также в кастрюльку, да.